Съёмочная группа передачи «Земля наша» продолжает знакомить телезрителей с достижениями и успехами Гумельской области. На очереди Хойникский район. Сегодня в программе. Побываем в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Увидим, как делают сыр на производственном участке ОАО «Мелковито». А также узнаем, чем гордятся учащиеся Хойникской гимназии. Хойникский район расположен на юго-востоке Беларуси. Гранчит с Калинковичским, Речицким, Брагинским, Наравлянским и Мозырским районами Гумельской области. На юге с Украиной. Занимаемая площадь более 200 тысяч гектаров. Численность населения около 20 тысяч человек. 65% из них проживает в районном центре города Хойники. Для начала обратимся к истории. Узнать об истоках становления современного Хойникского района можно в местном краеведческом музее, который расположился в реконструированном историческом здании – усадебном доме Аврамовых. Российские купцы построили усадьбу в 1912 году и владели ею до Октябрьской революции. В этом здании после революции размещался детский дом, затем в военное время немецкий военный госпиталь, после войны снова детский дом, затем районный отдел образования, и, наконец, в 2010 году здесь получил свою новую прописку районный краеведческий музей. Экспозиционные залы музея посвящены природно-географическим условиям, геологическим и ландшафтным особенностям, своеобразию растительного и животного мира. Здесь можно проследить поэтапное развитие района с древнейших времен и до сегодняшних дней. Отдельно стоит выделить экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне и знаменитым уроженцам Хойникщины. На втором этаже у нас располагается экспозиция сектора «Трагедия Чернобыля», которая отображает вот такую трагическую для нашего района, такое трагическое событие, как Чернобыльская трагедия. Здесь, значит, в витринах можно увидеть различные предметы, документы, относящиеся, отображающие историю этого события. Чернобыльская трагедия разделила историю Хойникского района на до и после. Из-за последствий аварии с карты района исчезло более 50 деревень. Из хозяйственного оборота выведено почти 90 тысяч гектаров плодородных земель. Количество жителей в результате отселения уменьшилось в 2,5 раза. Хойникский район больше других пострадал от аварии. Весной 1986 года страшное событие всколыхнуло жизни людей. И то, что тогда казалось невозможным, а именно дальнейшее развитие этих территорий – реалии сегодняшнего дня. Современный Хойникский район уютный и благоустроенный. За последнее время здесь достигнуты значительные результаты в различных сферах. Те, кто не был здесь несколько лет, приехав вновь, скажут, что все изменилось до неузнаваемости. Необходимо и молодежи, и всем помнить, что было раньше на этой территории, какая была она огромная. И что мы не зря сегодня возрождаем эти территории, и чтя память о тех днях, когда это все случилось. Защитой людей от возможного влияния радиационного фактора занимаются сотрудники Полесского радиационно-экологического заповедника. Его площадь составляет более 200 тысяч гектаров. Попасть в заповедник можно только по специальным пропускам. Нашей съемочной бригаде повезло не только услышать о проводимой здесь работе, но и увидеть, к примеру, как проводят исследования в лабораториях. К слову, за все время существования заповедника в противодействии радиационному загрязнению накоплен огромный опыт. Им сегодня готовы делиться с учеными других стран. Тем более, что и у коллег всегда есть чему поучиться. Сегодня, наверное, уже подошло время, чтобы эти вопросы решались не только на уровне научных учреждений нашей республики, а в этом более активно участвовали представители научных кругов мировых. Мы в этом направлении работаем и всегда говорим, наши двери открыты для продолжения, для совместных проектов по изучению этой территории. Ну а мы переходим к знакомству с экономическим потенциалом Хойникского района. И первая остановка в нашем маршруте – Полесский производственный участок открытого акционерного общества «Мелковита». Особое внимание на предприятии уделяют вопросам радиационной безопасности. На заводе действует тройной уровень контроля. Вначале проверяют поступающее сырье, затем проводятся проверки во время процесса производства и уже на выходе готового продукта. Измерения проводятся на содержание Цезия-137 и Стронция-90. Начинается входной контроль с молока сырья. Молоко поступает, мы определяем его качество и дальше пускаем его на переработку. Идет сортировка, допустим, на сырце. Значит, молоко сортируется по радиологическим показателям, микробиологическим, ну и физико-химическим показателям. После проверки сырья в лаборатории и получения положительного заключения начинается уже непосредственно производственный процесс. К примеру, в этом цеху выпускают сухую сыворотку. Суточные объемы – 25 тонн. С момента получения сырья и выхода готовой продукции в среднем проходит два дня. Принимаем мы сыворотку как привозную, так и собственного производства. В общем, мы можем переработать до 500 тонн в сутки любой сыворотки, как кислой, так и сладкой. Далее мы сыворотку резервируем, охлаждаем, резервируем. Потом пастеризуем и отправляем на концентрирование, на установке нанофильтрации. Затем, если нам нужна деминерализованная сыворотка, мы отправляем ее на электродиализ. После того, как она проходит вот эту обработку, она становится более сладкой, скажем так. И вот этот процесс, он может расширить спектр применения этой сыворотки и отправлять ее не только на кормовые цели, но и на пищевые цели. А в этом цеху занимаются производством сыра. В день выпускают до 12 тонн. На сегодняшний день в ассортименте около 15 наименований. К слову, эта цифра постоянно растет. На предприятии выпускают полутвердые и твердые сыры. Производственный процесс достаточно трудоемкий и занимает большое количество времени. Если полутвердые сыры в камере созревания находятся до 30 суток, то твердые до года и более. Процесс этих сыров созревания происходит в специальных пакетах, пакетч, которые мы используем в дальнейшем. Мы используем полицетатное латексное покрытие, которое и является, можно так сказать, фишкой вот этих сыров. Они ускоряют процесс, технологический процесс усушки, за счет чего уходит лишняя влага. Так как элитные группы сыров характеризуются низким содержанием влаги, в итоге появляется в сыров крошливость и вкусовые качества именно характерны для группы твердых сыров. С 2013 на предприятии делается упор на производство твердой группы сыров. Брендом завода стал сыр «Франциск», который пополнил линейку в прошлом году. Несмотря на длительный процесс созревания около 12 месяцев, высокое качество продукции, на производство которой ежесуточно уходит 150 тонн молока сорта «Экстра», позволяет на равных конкурировать с зарубежными аналогами. Твердая группа сыров, выпускаемых на предприятии, успешно реализуется в России и других странах СНГ. В планах выход на китайский рынок. Сырье на Полесский производственный участок Куао Мелковита поступает из четырех районов – Гомельского, Речицкого, Каленковичского и Хойникского. Мы побывали на одной из самых современных молочно-товарных ферм районов – Ксупи Велетин. Комплекс рассчитан на 1200 голов скота. Построили его чуть менее трех лет назад. Среднесуточный удой – 16 литров, плюс 2 к уровню прошлого года. Ежегодно отсюда на предприятие для производства сухой сыворотки и сыра поступает 8,5 тонн молока. В интересах хозяйства поставляют сырье высокого качества. И потому корма для скота здесь в основном заготавливают сами. Кроме того, действует лаборатория, где специалисты проводят постоянные проверки. Ну а мы двигаемся дальше и направляемся на завод гидроаппаратуры, который является филиалом Минского тракторного завода. На конвейер здесь поставляют 34 позиции комплектующих, и этот список постоянно пополняется. Освоение новых видов продукции – одно из главных направлений развития. Хойникский завод гидроаппаратуры – пример образцового промышленного предприятия, которое уже долгие годы показывает высокие результаты. Четкая и отложенная работа позволяет из года в год выполнять доведенные показатели. За первый квартал 2017 года производительность труда составила 123% к уровню прошлого года. Рост заработной платы – 117%. Объемные показатели выполнены на 119%. У нас темпы роста очень хорошие. Я думаю, мы вам этот объем еще увеличили. Мы освоили в прошлом году 5 видов новых изделий. И в этом полугодии планируем освоить еще 4 новых изделия на конвейер Минско-тракторный завод. 87% выпускаемой продукции направляется на Минский тракторный завод. В списке партнеров также и другие промышленные предприятия страны. С целью увеличения конкурентоспособности, значительное внимание, укреплению материально-технической базы. Значительная часть заработанных средств направляется на приобретение нового оборудования. Сегодня предприятие производит модернизацию оборудования. Мы покупаем токарные станки с ЧПО, купили два в этом году. Планируем купить обрабатывающий центр вертикально-фрезерный стоимостью 4 миллиарда, доминировали 40 тысяч. Значит, предприятие стабильное, успешное. Текучести кадров практически на предприятии нет. Также в центре внимания улучшение благосостояния трудящихся. Сложенный коллектив – залог успеха любого предприятия. Это прекрасно понимают и руководители Хойникского завода гидроаппаратуры. Сегодня здесь трудятся 140 человек – настоящие мастера своего дела. Для них стремятся создать комфортные условия на рабочих местах, а также стимулируют различного рода поощрениями. Пока на сегодняшний день заработная плата здесь около 550 рублей. Не самая высокая для промышленной сферы. Но, тем не менее, находится на достойном уровне по сравнению с местными предприятиями. Следующий пункт нашей съемки – завод железобетонных изделий. Здесь недавно установили новую стендовую линию для производства стеновых панелей. В качестве сырья используют местный песок. Завод входит в состав Мозырьского домостроительного комбината, для которого и выполняется большинство заказов. Линию мы делали под Мозырьский ДСК, хотя это считается универсальной линией. Мы можем здесь формовать любые изделия. Единственное, немножко меняется технология и больше ничего. То есть чуть-чуть увеличиваются трудозатраты по выстановке, если нужны какие-то изделия по снастке. Расширили свое производство. Также выполняем все старые изделия, которые раньше формовал завод. Отреставрировали старые все формы и выполняем изделия по заказу населения, по заказу строительных организаций. Загруженность завода на данный момент составляет более 90%. Производимая продукция используется как белорусскими строителями, так и направляется на экспорт. К примеру, в Калуге запланировано строительство нескольких домов с использованием стеновых панелей предприятия. В ближайших планах завода железобетонных изделий дальнейшее устойчивое развитие. В планах построить, вот мы там себе наземный склад, должны собственными силами построить, очистить территорию от ненужных строений, которые уже нам не нужны. Это у нас тема номер один, это должны мы сделать в этом году. До конца сделать склад готовой продукции, к которой мы собственными силами приступили. Ну и желаю только, чтобы у нас было побольше объемов, чтобы у людей поднималась зарплата. От успехов экономических к достижениям интеллектуальным. Телеустремленные и талантливые учащиеся гимназии города Хойники громко заявили о себе на конкурсе программирования в среде скретч, который проходил в Минске под патронажем парка высоких технологий. Ребята представляли инновационный проект «Игру. Небезопасный день». Основная цель – через занимательный компьютерный квест обучать детей основам безопасности. Главный герой игры помогает ребятам младшего школьного возраста находить выход из самых сложных жизненных ситуаций. Это первая ситуация. Здесь, как мы видим, горит дерево. В этой ситуации он говорит, ой, дерево горит. Что делать? Сейчас маленький ребенок должен понять, что необходимо сообщить это пожарным и сосредоточить их внимание на тушении дерева. То есть для этого нужно позвонить. Но перед этим он должен найти телефон, по которому позвонить. Написал эту в техническом плане довольно сложную, а в жизненном аспекте очень актуальную и полезную программу, ученик Хойникской гимназии Игорь Руденок. На конкурсе в Минске было представлено немало подобных проектов в сфере программирования, каждый с индивидуальным кодом написания, что позволило участникам обменяться опытом и расширить свои знания в этом прогрессивном направлении. Авторская игра хоть и не заняла призового места ввиду отсутствия соответствующей номинации, но была по достоинству оценена компетентными экспертами. Мою работу высоко оценили. Говорили, что моя программа действительно очень хорошо обучает детей. То есть ее развитие очень полезно для детей в интернете, и также с обучающими ситуациями на улице, в школе и так далее. Впечатление было очень большим. Также получил очень много удовольствия. Я получил необходимые знания в программировании, то есть различные способы написания программы, более краткое содержание ее в конкретной модели. Игорь Родинок писал игру под четким руководством своего наставника, преподавателя Хойникской гимназии Ирины Апанасек. Вместе занимались разработкой идеи, вместе оттачивали детали готового проекта. Сейчас обучающая квестыгра «Небезопасный день» находится в открытом доступе для всех желающих в сети интернет. Ее можно найти по специальной ссылке на сайте Хойникской гимназии. Родителям и преподавателям на заметку грамотно подобранные задания в сочетании с красочной графикой и отлаженным техническим механизмом не оставят детей равнодушными и помогут им без особых трудностей усвоить основные правила безопасного поведения. Мы живем в таком мире, когда наши дети находятся все больше и больше опасности. Каждый раз возникают какие-то ситуации, дети должны знать, как из них выходить. Но чаще всего это происходит как? Мы кричим на детей, поучаем их чему-то, они не хотят нас слышать, потому что через поучение дети чаще всего не усваивают информацию. Наши дети более восприимчивы к игре. Именно играя, они могут обучаться и учиться выходить из каких-то сложных ситуаций. Поэтому возникла идея написать игру, которая вместе с тем будет интересна, потому что в этой игре возникают различные ситуации, из которых надо главный герой. Мы придумали главного героя, который попадает и из них выходит с нашей помощью. Еще один интересный проект, реализованный учащимися гимназией, презентационный видеоролик о Хойникском районе. Чтобы воплотить идею в жизнь, ребята посетили ряд достопримечательностей родного края, объехав Золотое кольцо Хойникщины, гимназисты самостоятельно собирали видеоматериал, снимая на пути своего следования живописные пейзажи, памятные места и старинные архитектурные сооружения. Свой видеоролик ребята презентовали на английском, а также на белорусском языке, чтобы подчеркнуть значимость национальной культуры и традиций. Мы участвуем в трансграничном конкурсе между Польшей, Украиной и Белоруссией. И мы решили, чтобы всем было понятно, решили использовать язык, но также решили использовать белорусский язык как национальный. Ну и чтобы отличаться еще, там разговаривают и на русском, конечно же, и в Польше, и в Украине, но решили выделиться немного и на белорусском. Учащиеся Хойникской гимназии талантливы не только в творчестве. Учебный процесс здесь также организован на самом высоком уровне. Ежегодные выпускники учреждения демонстрируют хорошие результаты по централизованному тестированию и поступлению в высшие учебные заведения. Такие успехи достигаются благодаря качественной подготовке и внимательному отношению педагогов к детям. Я считаю, что гимназия дает все необходимые знания по тем дисциплинам, которые нам нужно сдавать на ЦТ. И также предоставляет несколько часов в неделю факультативные занятия по тем же дисциплинам. Я лично не хожу в другие школы, и факультативов мне в гимназии достаточно. Особое внимание в Хойникской гимназии уделяют и вопросу профориентации учащихся с выбором будущей профессии детям помогают определиться уже к 10 классу, чтобы затем начать усердную подготовку к поступлению. В помощь университетские субботы, которые традиционно проходят в вузах Гомельской области. Ребята имеют уникальную возможность побывать на лекциях, посетить практические занятия и лаборатории. Так сказать, на один день погрузиться в студенческую жизнь. Между тем и в стенах родной гимназии для них ежегодно проходит так называемая профориентационная проба, когда представители разных специальностей помогают подросткам узнать больше о требованиях и навыках будущей профессии. Приходя к нам, учащийся, как правило, определяется с выбором. Уже в 10 классе он выбирает предметы, которые собирается сдавать в качестве вступительных испытаний на централизованном тестировании. О том, что выбор сделан сознательно, свидетельствует цифры поступаемости высшего учебного заведения. По итогам прошлого, позапрошлого года эта цифра была 72%, в прошлом году это было 77%. Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта цифра была, конечно же, 100%. Наше учреждение создано для того, чтобы готовить кадры, которые будут востребованы в Республике Беларусь и в нашем районе, в частности. Кадры, которые имеют высшее образование, хорошую специализацию, которые могли бы принимать решение, быть ответственным за данный выбор. Как известно, основы личности ребенка закладываются в семье, однако ценностные ориентиры формируются многими социальными институтами. А потому начинать эту серьезную многоступенчатую работу по укреплению физического и нравственного здоровья подрастающего поколения нужно с самых ранних лет. В Коникском дошкольном центре развития ребенка этим вопросом вплотную занимаются ежедневно. Здесь функционирует 12 групп, которые посещают 235 ребятишек. Эти мальчики и девочки с удовольствием вовлечены в образовательный процесс, получая через интересные формы работы, необходимые для своего возраста знания и умения. Участвуя в различных развивающих играх, они запоминают новые буквы, тренируют внимание и сообразительность. На занятиях творчеством создают красивые рисунки, подделки и аппликации. В спортзале малыши укрепляют здоровье, выполняя занимательные физические упражнения. Кроме того, через национальное музыкальное наследие воспитанники Хойникского дошкольного центра развития ребенка знакомятся с культурой и традициями своей родной страны. Ой, да юли-юли! Ой, да юли-юли! Сожди, масти, кладочку! В Хойникском дошкольном центре развития ребенка безмерно творческие не только дети, но и педагоги. Юных воспитанников они всегда стремятся порадовать и удивить чем-то необычным. К примеру, год назад своими руками изготовили дидактическую игру, которая победила в областном конкурсе «Безопасное детство». Здесь организован действительно качественный уход за малышами, а сам центр уже давно превратился в многофункциональный гостеприимный дом для дошкольников и их родителей. Просторные группы, современная мебель, а еще атмосфера радости и праздника, которую создает красочный интерьер. И, конечно же, то, без чего невозможно представить ни одно дошкольное учреждение – игрушки. В прошлом году нам большой подарок подарила компания «Полесье» на 8700 рублей. Это игрушки развивающие для детей, конструкторы, то есть продукция компании «Полесье». Дети очень довольны, родители, когда тоже видят эту продукцию, радуются за своих детей. Дворовая территория Хойникского дошкольного центра развития ребенка напоминает сказочный городок, где расположились яркие игровые зоны, рассчитанные на любой каприз погоды. Своей главной задачей педагоги учреждения видят вовсе не воспитание юных мундеркиндов. Это прежде всего позитивное настроение детей. Аналогичной цели придерживаются и сотрудники детского отделения Хойникской центральной районной больницы. Помимо основного лечения всем юным пациентам, здесь назначают чаще улыбаться, ведь бодрый и оптимистично настроенный человек скорее идет на поправку. Сегодня, пожалуй, главное достижение Хойникской ЦРБ – это высокий показатель рождаемости. 17,1 промилле на тысячу населения – район занимает первое место в области. Если в среднем в регионе рождаемость составляет 13-14 промилле, то в Хойникском районе уже на протяжении ряда лет она держится на уровне 17-18, и это показатели. Ежегодно здесь также фиксируется снижение детской заболеваемости примерно на 5-7%. Педиатрическое отделение Хойникской центральной районной больницы рассчитано на 15 мест, где созданы все условия для комфортного пребывания детей. Буквально несколько лет назад сотрудники медучреждения провели здесь капитальный ремонт хозяйственным способом. Заменили сантехнику и электрику, выполнили косметическую отделку внутренних помещений. Средства на эти работы выделялись районными и областными властями, помогали и местные предприятия. На ремонт отделения было потрачено порядка 68 тысяч белорусских рублей. Благодаря материальной поддержке Хойникского райисполкома и Совета депутатов, а также неравнодушных спонсоров, закупили новую мебель и оборудование. К слову, вопросам обновления технического оснащения в Хойникской ЦРБ уделяется особое внимание. В этом году мы ожидаем поступления оборудования по Чернобыльской линии. Нам выделили деньги на закупку нового наркозно-дыхательного аппарата, фиброгастроскопа, трех ЭКГ-аппаратов. В прошлом году с помощью управления здравоохранения нам поставили новый эксперт-класса УЗИ-аппарат. И районный исполнительный комитет закупил фиброгастроскоп. Поэтому всеми силами и со всех сторон стараемся поддерживать нашу материально-техническую базу, создавать условия для наших пациентов. Все условия сегодня созданы и для спортивного воспитания жителей района. Современный футбольный стадион, расположенный в городе Хойники, – отличное место для тренировок. Наличие такой площадки позволяет местным ребятам оттачивать свое мастерство. Местные тренеры уверены, что в перспективе из них вырастут профессиональные спортсмены. У нас и задача – это самое главное подготовка спортивного резерва. То есть подготовить ребят, чтобы в дальнейшем передать их в высшестоящее звено подготовки училища Олимпийского резерва. Из нашей школы уже множество ребят, особенно по легкой атлетике, занимаются училища Олимпийского резерва. Ряд их уже в национальной сборной, кто-то по переменном составе, кто-то… То есть как бы работа движется, не стоим на месте. Мы постарались рассказать о самых главных достижениях в районе, которые обозначили дальнейший вектор развития. Однако это далеко не все победы, которыми здесь могут по праву гордиться. За последнее время сделано немало, и на достигнутом останавливаться не собираются. Впереди жители Хойникского района ждут новые высоты. На этой земле всегда жили трудолюбивые люди. А это значит, что в будущем у съемочной группы программы «Земля наша» наверняка появится еще не один повод сюда вернуться. Субтитры подогнал «Симон»